Всем привет, ребята! Рада приветствовать вас на моем канале. И сегодня долгожданное вязание. Я знаю, что вы больше всего на моем канале любите вязание, я тоже это очень люблю. И сегодня я вам покажу, как связать вот такой вот топ. Как всегда, я вам показываю основу, как что-то делать. Он у меня с ромашками, сейчас не очень видно, но я думаю, вы видели в начале видео и дальше увидите. Но вы можете сделать, допустим, голубой топ с облачками, розовый топ с сердечками, либо просто без каких-либо аппликаций и без рюшиков, просто топ. У меня уже есть где-то три топа на канале, как связать, и это уже четвертый. Множество идей, как что сделать. И мы уже потихоньку начинаем готовиться к лету, оно уже не за горами, все-таки месяц весны уже прошел. Скоро война, очень надеюсь, закончится, и мы все с вами сможем спокойно гулять на улице, носить красивую классную одежду, особенно вязаную. Поэтому, начиная с апреля, мы с вами будем вязать уже что-то ближе к лету, топы, юбки, какие-то легкие кофточки, сумки и, в общем-то, много всего интересного будет. Поэтому обязательно оставайтесь со мной, подписывайтесь на меня, а также на мой инстаграм, отмечайте меня, я всех буду репостить, ведь вы знаете, что я люблю смотреть, что вы вяжете, какие получаются у вас результаты. Мне всегда очень нравится то, что вы делаете, вы все большие умнички. Ну и давайте начинать этот мастер-класс. Итак, для сегодняшнего вязания я беру вот такие вот желтые нитки Гималайо Катон, в составе 85% Катон и 15% Палиэстер. Вот номер цвета, кому нужно. И также тут 100 грамм и 160 метров. Таких мотков мне понадобится 2. Детальная информация про нитки и крючок, как всегда в описании. И крючок я беру 4,5 миллиметра, возможно потом возьму 4, посмотрю. Итак, начинаю я, как всегда, с узелочка. Делаю узелок. И набираю воздушные петли. Опять же таки, если вы не знаете, что такое воздушные петли, столбики без накида, то сначала обучитесь просто азам вязания, а потом, я думаю, вы с легкостью сможете связать этот топ. И набираю я теперь воздушные петли. Не сильно туго. Итак, набираю я такое количество воздушных петель, какое я хочу высоту нашего топа. То есть сейчас мы его вяжем в высоту. То есть у кого-то может быть короче топ, у кого-то длиннее. Я скажу, сколько я набрала. И встретимся. Итак, я сделала 35 воздушных петель. Вот это вот высота моего топа. И теперь я начинаю вязать. Я буду делать полустолбики с накидом. Для этого я пропускаю вот эту первую петлю и буду заводить крючок во вторую. Делаю накид. Просовываю крючок. Вывожу нитку. У меня три ниточки на крючке. Я захватываю нитку и провожу сразу сквозь все три. Дальше накид. Иголка, крючок в следующую петлю. Высовываю. И провожу. Дальше следующее. И таким образом вяжу до конца ряда. Итак, я довязала до конца ряда. В конце ряда я, как всегда, делаю воздушную петлю подъема. Разворачиваю наше вязание. И продолжаю вязать. Я могу захватывать только заднюю петельку. Тогда у меня будет образовываться рисунок. Но я буду заводить крючок вот сюда, вот в косичку. Продолжаю вязать полустолбиками с накидом. Старайтесь вязать одной плотностью, чтобы не было туго-не туго. И, как вы понимаете, мы вяжем наш штоп в ширину. То есть он будет идти в ширь. Поэтому вы будете верить его вокруг вашей груди, когда у вас будет больше рядов. И будете ориентироваться на себя. То есть сколько у вас будет рядов. Я же скажу, сколько у меня потом получится рядов. Я провязываю до конца ряда, как всегда, до последней петли. Делаю воздушную петлю подъема. Разворачиваюсь и иду обратно. И таким образом я вяжу туда-сюда полустолбиками с накидом. Можно вязать полустолбиками без накида. Можно полустолбиками... Точнее, можно просто столбиками с накидом. В общем-то, как вам угодно. Но мне нравится вот такой вот рисунок конкретно для этого топа. И потом я покажу, что мы будем делать дальше. Итак, я уже связала большую часть своего топа. Ну, чуть больше половины. И теперь у меня закончилась нитка. Я беру следующий моток. Обычно я просто ввязываю эту ниточку. Но в этот раз я решила попробовать... Решила попробовать один способ. Я тут вот этот кончик подрезаю. И так, вот эту нитку наверх. Дальше вот эту нитку вокруг пальца за вот эту часть. И вот сюда. Вот так вот. И эту нитку я просовываю в колечко. И затягиваю. Обрезаю ниточку. И продолжаю вязать. И так, я провязала наш топ. У меня получилось 87 рядов. И смотрите, как я его меряю. Я его обхватываю вокруг своей груди. И смотрю, чтобы осталось еще где-то примерно вот такое вот количество. То есть тут у нас будет завязочка, и это все будет затягиваться. И так, я обрезаю конец. И просто просовываю сквозь петельку. И затягиваю. Теперь эту нитку и начало мне нужно спрятать. Я это, как всегда, делаю с помощью иголки. То есть вот тут вот внутри ряда. Под столбиками. Вот так. Ну и, собственно, можно уже отрезать. Ну и то же самое дело со второй ниточкой. И так, сейчас я буду делать тут завязочку. Для этого я беру нитку и набираю обычный ряд. Точнее, не ряд, а набираю воздушные петли. По длине это должно быть такое количество, чтобы оно вот тут крест-накрест переплеталось. И осталась еще ниточка для бантика. Сейчас я свяжу и покажу. Итак, я набрала ряд воздушных петель из 170 петелек. Теперь я обрезаю край и затягиваю его. Теперь с помощью крючка я буду просовывать это вот таким вот образом. Просовываю крючок, допустим, сюда. Захватываю косичку вот эту. Просовываю сюда и захватываю вот тут косичку. Вот так вот у меня это все получилось. Вот такой вот крестик. И вот тут у меня будет бантик. Смотрите, эта косичка может находиться как спереди, так и сзади. И вот этот бантик может быть как сверху, так и снизу. Вы примеряете это на себя и определяетесь, как вам больше нравится. Теперь вот такими вот скрепками для вязания я отметила, где у нас будут шлейки. Тут будет начинаться и вот там, собственно, заканчиваться. Чтобы отметить на себе, где они должны быть, просто померяйте этот топ на себе. И, собственно, там, где идут шлейки от вашего нижнего белья, там и идут шлейки на топе. Чтобы вы, если что, могли одевать нижнее белье под этот топ, либо без него, и просто, чтобы шлейки комфортно держались. Учтите, что, когда вы вяжете вот это все, точнее, одеваете на себя, вот это все растягивается на вас. Поэтому делайте немножко вплотную, но не прям плотно, да? То есть вот это все растянется. И так же со шлейками. Не делайте их прямо, чтобы это все подскакивало, но не делайте сильно длинными, чтобы топ не свисал с вас. Будете уже примерять на себе. Сейчас я покажу, как начать их делать, как заканчивать, и сколько у меня примерно уйдет рядов. Вот эти штучки я покупала на шеине, они были в распаковке последней. Теперь я ее снимаю. Завожу крючок примерно вот рядом, захватываю нитку и вывожу. И вывожу ее сквозь петельку. Теперь я просовываю нитку в эту же дырочку, захватываю, смотрите, чтобы нитка не слоилась, и делаю столбик без накида. Это у меня одна петля. Так мы начинаем. Дальше просовываю крючок в следующую дырочку. Тут не столь важно, вот эта нитка у меня внутри, я ее оплетаю. Делаю второй столбик без накида. Третий. Вот. Я буду делать столбики без накида, три столбика шириной, и также я потом буду делать небольшую оборочку. Возможно, возможно, не буду, поэтому пока что так. Вот эту нитку я потом где-то запрячу вовнутрь. Теперь разворачиваю вязание, как всегда, делаю столбик подъема, разворачиваю вязание и вяжу. Тут уже столбики без накида, либо таким же столбиком, как мы вязали, все уже на ваше усмотрение. Петля подъема, разворот, и продолжаю вязать. Вначале будет не очень удобно, но потом нормально. Также вы можете связать отдельно шлейку, и потом ее просто пришить. Ну, я решила сразу на топе вязать. Вот, таким образом вяжем. Итак, я связала 55 рядов. Теперь я обрезаю нитку и затягиваю петельку. Эту нитку я потом спрячу вот тут между рядов, наверное, это сделаю сразу же, так же, как и вот эту вот ниточку. Теперь что я делаю? Я прикладываю вот эту шлейку таким образом, чтобы она тут была лицом к лицу. открепляю меточку. Ой, сломалась. Нормально вообще. Итак, я беру небольшую ниточку. Для начала делаю узелок. И теперь я начинаю просто пришивать. Вот эту ниточку можно оплетать. Вот таким вот образом. Смотрите, где у вас, возможно, вам не очень нравится. Может вернуться вот сюда, чтобы спрятать вот этот бугорок. Вот, ну и, в принципе, мне так подходит. Теперь эту нитку я просто прячу внутри и обрезаю. И то же самое делаю с вот этой ниткой. Итак, теперь я буду делать оборку. Оборку я начну делать вот тут вот. Вот тут вот я не буду делать оборку и с этой стороны тоже. Так же оборка будет сзади вот тут проходить. Будет проходить вот тут вот сбоку по шлейкам и внизу. Но я буду смотреть, сколько мне хватит нитки. Итак, как я ее делаю? Беру опять же такие нитку и смотрю, сколько тут у нас рядов. У меня тут где-то 18-19 рядов, и я это число делю на 3. Это получается 6. Я смогу сделать 6 оборочек. Для этого я начинаю с вот этой вот стороны. Засовываю крючок где-то вот тут вот, прямо под нашей шлейкой. Высовываю нитку. Делаю петельку. Засовываю крючок в то же место и делаю столбик без накида. Дальше я буду делать 7 столбиков с двойным накидом примерно вот сюда. Итак, ребята, сейчас я буду говорить, что нужно делать 7 столбиков с двойным накидом в одну дырочку, но я буду делать столбики с одинарным накидом. Потом я буду это переплетать. Сейчас я вам объясню, как сделать столбики с двойным накидом, но столбики я буду делать с одинарным накидом. потом переплету и они делаются точно так же только вместо двойного накида делать одинарный и получается на один раз меньше проплетаете в общем то я надеюсь вы поняли и просто следите дальше за вязанием то есть посреди ряда где-то вот тут как я делаю делаю 2 накида просовываю крючок это ниточку я плетаю просовываю сквозь 2 дальше опять сквозь 2 и дальше опять сквозь 2 двойной накид и второй раз двойной накид 5 раз ну и в принципе я думаю я на этом остановлюсь теперь я просовываю крючок вот сюда и делаю столбик без накида дальше я просовываю крючок вот сюда то есть между этими петлями да то есть через один и делаю снова 5 столбиков с двойным накидом и так и делаю до конца до чудова и так я дохожу до конца у меня получилось 5 вот этих вот штучек я затягиваю нитку и провожу ее тут дальше то же самое буду делать тут вот но тут я буду делать уже не с двойным накидом с одинарным накидом чтобы вот это вот оборочка была чуть чуть меньше вот такая вот получилось оборочка на рукаве и теперь это же самое дело со второй стороны вот эту оборочку еще посмотрю оставлю я или нет потому что если не хватит нитки на низ то получается ее наверное нет смысла оставлять и так я сделаю две оборочки получилось очень мило и красиво и теперь я буду делать тоже снизу и так ребят я поменяла оборочку еще и тут я сделала просто столбики не с двойным накидом а с снарным вот тут у меня оборочка сзади сделала вот так по две штучки ну и конечно снизу в принципе топ готов но я хочу его еще украсить ромашками вот такими вот ромашками где-то возьму 5 штучек и сейчас покажу как сделать я беру вот такую вот нитку белая нитка такая молочная и она достаточно тоненькая крючок я в принципе оставляю четверку которыми я вязала весь топ можно нитку брать и потолще из чего я начинаю связываю вокруг пальца нитку и делаю магический круг захватываю нитку вывожу и теперь беру нитку делаю петельку теперь я делаю 5 столбиков без накида 1 2 3 и 5 и делаю я их достаточно плотненько теперь я затягиваю эту ниточку не прям максимально плотно просовываю крючок в первую петельку вот она захватываю нитку и провожу теперь я сделаю два столбика ой 2 воздушных петли подъема и что делаю накид просовываю крючок и вывожу нитку вывожу так чтобы было вот такое вот расстояние теперь делаю снова накид просовываю в эту же дырочку и и снова вывожу делаю третий раз накид и снова беру нитку четвертый раз ну и пятый теперь я беру нитку и просто провожу под всем тем что на крючке она может немножко расслабиться и затягиваю вот дальше я просовываю крючок следующую петельку и делаю полустолбик без накида то есть просто провожу дальше делаю две воздушных петли подъема и снова таки в эту же дырочку я делаю пять раз вот таких вот вытягивание нитки и так я делаю пять раз в последнюю петельку я засовываю крючок делаю как всегда полустолбик без накида и потом затягиваю это то есть беру еще раз нитку это сейчас показываю как уже в конце будет провожу обрезаю и затягиваю после этого у меня получаются вот такие вот цветочки я также затягиваю нитку который у нас держит сердцевинку то есть вот эту вот нитку я ее просто затягиваю вот таким вот образом и вот так получается и так одна ниточка у меня идет посередине по 2 его тут я ее просовываю сквозь какую-то ниточку вот тут вот просовываю и оставляю тут и с помощью этих ниточек я их привяжу к топу и так я просовываете 2 ниточек сквозь петельку 2 ниточки просовываю сквозь петельку любую ну там где вас примерно будут располагаться ромашки и затягиваю это все на несколько узелков вот и вот что получается сейчас затяну наверно немножко плотнее и вот так вот это все получилось мне кажется смотрится очень мило тут это не особо видно но если померить то будет красиво ну на этом все ребят я надеюсь вам понравилось это видео если это так то обязательно подчеркнуть пальчиком вверх сейчас так как никогда важно делитесь этим видео со своими друзьями и подругами возможно теми кто тоже интересуется вязанием и мог бы связать такой топ делитесь вашими результатами в инстаграме вот мой ник отмечайте мне обязательно в stories присылайте мне в директе всем обязательно в инстаграме отвечаю ю тубе по возможности отвечаю всем и все буду очень благодарна вашей подписке комментариям всем хорошего всем мирного неба нам головой и все пока пока